События дня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Номер 673. Вторая езра 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. За 16 октября 2017 года. Галина Влеська. Мир вашему дому. Да, буду отслеживать ваш ролик о Ветхом Завете. Не зная Писания, вы отвергаете меня, а они свидетельствуют обо мне. Понятно все. Тут не точно приведено и в кавычки взято. Это неправильно. Но Библия лежит свободно перед каждым грешником. Хотя, может быть, не то место взято этого нет. Который, творя беззакония свои, может сослаться на деяния пророков, посчитаемых в православии. Да и не только у нас. Ну, конечно, можно. И слова Христа можно повернуть так. И они хватались за них. Он говорил, разрушу храм сей. Ну, то есть, одну букву не туда поставь, и уже все по-другому. Но это не надо смотреть. Просмотрела ролики с Сергеем Игнатовым. Хороши. Частенько вспоминаю свой отказ от ролика беседы. То есть, я всем предлагаю. Давайте, какие вопросы есть, сядем, разрешим, запишем. И ты дома будешь смотреть. Жалкую. Нерешенных вопросов у меня не было. То есть, проблемы, как они называют. Остается мне только исполнять, да себя обличать. Открыто наша жизнь в деревне происходила. Открыто. Каюсь в том, что не смогла преодолеть свою женскую робость для принятия участия в беседах с вами. Помню о своем ребропроисхождении. Да и коротко было мое присутствие в Потеряевке. Только успевала все новое впитывать и осознавать, что со мной. А надо было полностью положиться на Бога. Стращила целыми днями кучи тканей и вещиц. Уставала. Шторки шила. Молодец. Простите, Христа ради. Это не боязнь гонений была. Нет, нет. Это была неуверенность. Надо вместе записать. Может быть, когда рядом такая глыбища знаний истинной веры будет сидеть. До сих пор у меня такое ощущение, как у рабов князя Владимира в Царьграде. Мы были как на небе. Молительно со всеми вами и с Богом, любимые христиане. Работаем. Я больше не стал выписывать сюда комментарии. Особенно сильные. По-прежнему продолжают буквально бесновать все баптисты. Вот приезжали к нам. И ничего не сказано было. Просто проспросил людей, где... Никакого понятия о вере нет. Молодежь такая хорошая. Они вы говорите и то другое. То есть слово ересь. Сатана намертво замуровал. Конфессия, динаминация, конфессия, динаминация. Ереси, еретики. Павел говорит, будет говорить не то, а нафе моему. А тут где то-то. Церковь. А понятия о церкви никакого нет. Вообще церкви нет. То есть свою еретическую организацию любой безумие называет церковью. И все это хорошо. Динаминация, конфессия. И церкви Христовья как будто не было. Но если неправильное православие, а православное-то от первых веков, с первого века идут. Тогда не было и церкви. А церкви не было, и Христос тогда ничего не основал. То есть они не понимают, какое безумие говорят. Ни о священстве, ни о церкви не любят говорить. А расценив церковь, дальше, молодежь хорошая. А чем она хорошая? Что поет все время, мурлыкает, как кошачий сбор. Зачем тебе это? Плачьте и рыдайте обет всех находящих на вас. Единственное, чем похвалились. А у нас детей там есть 13-15. Где вы видели в Библии, чтобы от одной женщины 13-15? У русских одна была 64, ребенка родила. Чемпионка. Дети-то где, куда идут-то? Бога-то не знают-то. Хворост подкател в аду. Молодежь, она не знает ничего, молодежь. Ей вдолбили с детства-то. У русских, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. А у них нет этой молитвы. Молитвы-то нету, и поста нету. А мы спасены. Верующий в сына имеет жизнь вечную. Вот надо объяснять. То есть имеет шанс получить ее. Я привожу пример. В армии еще высчитал. Когда сын пришел домой, им объяснили, что такое выборы. Готовились выбирать Джона Физджеральд Кеннеди. И что каждый гражданин Америки, достигший возраста 35 лет, и может быть президентом. Он пришел, у отца спрашивает. Папа, а ты мог бы стать президентом по Конституции? Ну, мог бы. А почему не? Да видишь ли, сынок, тут... Ну, пап, ну зачем вот видишь это? Ну, там класс 6-7 был, его задело. То есть шанс такой есть. Но для этого еще нужно что-то. А что нужно? Он говорит, нужно быть масоном. Нужно быть миллиардером. И далее. Пройти все стадии в Конгрессе везде по порядку. Где депутатам районным, сельского совета, депутатам краевым, депутатам государственным. Ну, и так дальше. И там, чтобы тебя было, кто протеже продвигал тебя. Вот как. То есть, ну да, каждый может быть. Так и спастись может каждый. Но для этого условия нужны. Смирение, кротость, воздержание, принятие. А разбойник не принимал крещение. Это уровень такой. Да и церкви-то не было. Разбойник принимал крещение. Вообще никакого нулевого, даже отрицательного к церкви. Церковь это они. Им передергивают места невежества, неграмотные. Пишут столько ошибок. Но они спасены. Но если вы без икон спасаетесь, откуда адвентисты-то возникли седьмого дня? А если адвентисты-то хорошо делают, откуда свидетели Иеговы появились, мормоны? Что вы молчите-то? Ведь это ни день, ни два. Все идет две тысячи лет. Ругаются по-площадному. Это на меня они. А, дед там такой-то, ну, просто скверно, говорят. Вот. А так смотреть, ну, еще пузадочники приехали, бритые. На кафедру лезут, галстуки. Уехали за рубежом. И, говорит, раздетые. Знают там спорт, играть, здоровье. Накрашенные ногти. Юбки там разрезанные и прочее. Ну, мерзость. Не спасены. Православные этого не скажут. Я стремлюсь к этому. Ну, как Бог даст. Это уверенность в спасении. Не спасение, а обольщение дьявольское. Вот я не люблю слово «прелесть». Но здесь оно единственное, что есть. Это прелесть сплошная. Во всем прещение. Ну, если верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А зачем верить-то, когда написано «блаженны нищие духом, ибо их и Царство Небесное». Вот долдонь одно это предложение. И не надо ни Христа, ни добрых дел, ни перерождения, рождения свыше, ни водительства духом святым. Ничего не надо. Блаженны нищие духом. Блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся. Я Сын Божий. И вот одну фразу возьмут, узость взгляда, узкость через один стих. Что вчерашний день? Погода так ничего позволяла. Я решил закрыть виноград. Это в Барнауле уже нахожусь. Давай обрезать, согнуть. Не знаю, нынче-то весной померзло, нигде не было винограду. Ну, не много тут винограда, а чуть-чуть. Звонков много было. Отвечал на вопросы. Это событие дня. Володя работает где-то, там задержался долго. Я молюсь целый день. Пройдет часа полтора-пять на молитву. Вот наша христианская жизнь. Чтобы было не менее семи раз молитва. Раз, это означает три святоя и сто поклонов со своими нуждами. Алеша заехал у Стинов с Потеряевки. Приехал тут пенопласт брать. Принес нам треногу. А треногу в машине, забыли, она лежала внизу. А дорогой аккумулятор вытаскивали. И аккумулятором задвинули ее там под сиденье. Вообще нет. Ну вот так. Отправил туда домой Никите Мишу полмешка сухарей. Ну люди, некоторые звонили тут, утешение искали. Показать наши ресурсы. Люблю очень мой мир. Вот он. Поездки в Потеряевку. Есть еще или нет, посмотреть. Вот уже уже переносится сюда. Их все сразу сделаешь. На завтрак по звонку видео добавлено. Вот еще раз обновить. Видимо уже проскочило. Ну да. 2.48. Звонок брякнет, а котенок Паля уже бежит. Приучили ее так. Второе это у нас форум. 2809 день. Вопросы. Вот. Дмитрий. Почему ко мне тут между собой беседуйте? Я все ответил. На все вопросы, которые задаете, у меня уже ответ дан на сайте. Сами берите, смотрите, почему я должен за руку тут водить. Вы зашли на богатый ресурс. Ну и сегодня выставил, как всегда, по пять роликов каждый день выставляем. Ну, первый выставляю это беседы с Сергеем Игнатовым. очередное. Это еще не все, кончилось он. Вот. Чтобы мы, делая добро, заграждали уста. Вот. На завтрак по звонку. Бобры уничтожает дамбы. Уже 28 за 23 минуты. Это тебе поменьше. А это городское совещание религиозных деятелей. Вот я, глава администрации, священник, он уже умер, Войтович, отец Александр Анатольевич, а рядышком я. Интересно, он никому не разрешил сесть рядом к Алгану Владимиру Николаевичу. А я решил не фотографироваться, не очень так. А уже все, прошло совещание, приняли там решение, благотворительность и такое все. В это время-то и кто-то с ним рядом мастится, а он не дает, руку положил и мне машет руку. Иди. Ну, подошел. А что это? Ну, у него книги мои были, я подарил. А до него был мэр города, он погиб. Он тут приезжал ко мне домой и вот это готовится как бы. Ну, и наш большой сайт библейский, православный. А тут вопросы-ответы. Вопросы-ответы. Отойди. Война. Сейчас беру девятый пункт. Все здесь сказано. Поэтому сейчас я открою здесь про войну и хотя бы один-два вопроса озвучить. Хотят, чтобы их насчитали. Вопрос 3841. 26-й том открытым оком. Вот как раз 26-й том. Вот вообразите. Я нигде не видел, чтобы вопросы шли по томам. А каждый том 752 страницы. Тут сестра у меня одна избранная на это. Она добровольно согласилась смотреть за книгами, когда нужно. Ну, смотреть. И вдруг она решила их перетасовать. И вчера я их кое-как опять уложил. И хочу ее оставить сестру эту как-то воскресенье и показать, как к ней пришла такая мысль. Вот проследить женскую логику. Я никак не пойму. Лежали книги, она никогда не трогала. Я уехал, она решила их положить перед другом. И все перепутала. Не найдешь, какой том. А у меня лежит, ну, абсолютно точно, в темноте можно знать. В темноте, в сплошной темноте на ощупь можно знать, какой том. Тем более, когда полностью кто-то запрашивает, это не просто так. Надо не ошибиться. Два же не положить один экземпляр или какой-то не пропустить. Вот вопрос мне задают в университете. 26 том. Смелость прославляется и в песнях. Почему же в церкви не говорят о том, чтобы мы были готовы к любым испытаниям и были подобны первым христианам в житиях святых? Ответ. Мусульмане готовят смертников и мало кто слышал, чтобы кто отступил, уже подойдя к цели, где будет подрывать себя. Хотя это нам и не пример, но мы-то идем к высшему и нам обещана величайшая награда за смерть за Христа. Не учат, потому что животолюбивые пастыри все подогнали к своей утробе. Не смотрите на изнеженных руководителей, а сами ежедневно сокращайте свои прихоти. И живите, как Ян Креститель, в бедности, без ропота. И ежедневно готовьтесь услышать призыв Господа, идти за ним на Голгопу. Библия есть. Дух Святой да наставит каждого. То есть, какой я другой ответ? Я другого ответа и не знаю. Раз не учат, ну и что, учись. Откровение 2.10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Откровение 3.2. Бодрствуй, утверждай, прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. О Савонароле. Интересно. В интернете статья, мне на нее показали. Савонарола вернулся в Барнаул. Держитесь, попы. Это обо мне, оказывается. Меня так назвали. А кто такой Савонарола? Вы сами откройте, посмотрите. Это полезно знать. Если тебя с Савонаролой сравнивают, это чего-то стоит. У меня там приехал главный коммунист Алтайского края и Спартакопа Мавакум сравнил тоже. Чаробина Дегабряк 1887-1928 Даже не знаю. Его египетские губы замкнули древние мечты. И повелительные грубы лица жестокого черты. Из света синих виноградин огонь его тяжелых глаз. Он в темноте глубоких впадин истлел, померк, но не погас. В нем правый гнев ракочет глухо, и сжечь сердца ему дано. На нем клеймо святого духа, танцуры, белое пятно. Мне сладко силой силу меря заставить жить его уста и в беспощадном лике зверя провидеть грозный лик Христа. В 26-й по 6 стихотворения из каждого поэта. Матфея 10-18-20 Это я эпиграф ставлю. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, на дух отца вашего будет говорить в вас. Это внезапно взяли, поставили, ничего не приготовился. Я вот был в тюрьме, когда я готовился на суд, готовился, все места выписывал из своего дела, 4 тома, кажется, было. Какой лист, а иначе бы слушать не стали. Стяжать венок от вас не мечу, но ваши похвалы люблю, коль на пути своем их встречу. Балласт хотя не назначает, куда и как плыть к кораблю, но ход его он облегчает. 1829 Федор Тютчев И снова эти какие редкие такие стихотворения. Благодаря Евгению Евтушенко я сумел эту книгу издать. Второзаконие 20-й 8-й стих еще объявят надзиратели народу и скажут кто боязливый малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Вообще удивительный закон. Скольких людей бы спасли, если бы это действовало войну, но вернулись бы все равно на нем не то, что здесь живет инвалид войны, а просто было бы дом труса и малодушного, боязливого малодушного, и дети такие, дети малодушного, и он должен был думать об этом. Не в бревнах, а в ребрах церковь моя, в усмешке недоброй лицо бытия. Сложением двуперстным поднялся мой крест, горя в пустозерске блистая крест, я всюду прославлен везде заклеймен, легендою давней в сердцах утвержден. Сердит и безумен я был, говорят, страдал где и умер за старый обряд. Нелепости это людской приговор, в нем истины нету и слышен укор, ведь суть ни в обрядах, ни в этом вражда, для божьего взгляда обряд ерунда. Нам рушили веру в дела старины, без чести, без меры, без всякой вины, что в детстве любили, что славили мы, внезапно разбили служители тьмы. В святительском платье, в больших клобуках, с холодным распятием в холодных руках, нас гнали на плаху, тащили в тюрьму, покорствуя страху в душе своему. Наш спор не духовный о водрасте книг, наш спор не церковный о пользе велик, наш спор о свободе, о праве дышать, о воле Господне вязать и решать. Селитель душевный, корал телеса, от происков гневных мы скрылись в леса, ломая запреты, бросали слова по целому свету из львиного рва. Мы звали к возмездию за эти грехи и с господном месте мы пели стихи. Сурового Бога гремели слова, страдания много, но церковь жива. И аст непокорный, считая псалтырь, в Андроневский черный пришел монастырь. Я был еще молод и все перенес, побои и голод и светский допрос. Там ангел крылами от стражи закрыл и хлебом сощами меня накормил. Я подвиг приемля шагнул за порог, в Даурскую землю ушел на восток. На Синем Амуре молебен служил, бураны и бури едва пережил. Мне выжли морозом клеймо на щеке, мне вырвали ноздри на горной реке. Но к Богу дорога извечно одна, по дальним острогам проходит она. И вытерпеть Бога пронзительный взор немногие могут с Иисусовых пор. Настасья, Настасья, терпи и не плачь. Не всякое счастье в одежу удач. Не слушай соблазна, что бьется в груди. От казни до казни спокойно иди. Бреди по дороге, не бойся змеи, которая ноги кусает твои. Она не из рая сюда приползла, из задого края посланница зла. Здесь пищего пения никто не слыхал, здесь учат терпению и мудрости скал. Я узник темничный, четырнадцать лет, я знал лишь брусничный единственный свет. Но то не нелепость, не сон бытия, душевная крепость и воля моя. Закованным шагом ведут далеко, но иго мне благо и бремя легко. Серебряной пылью мой след занесен, на огненных крыльях я в небо внесен. Сквозь холод и голод, сквозь горе и страх, я к богу как голубь поднялся с костра. Тебе обещаю, далекая Русь, врагам не прощая, я с неба вернусь. Пускай я смеян и предан костру, пусть прах мой развеян на горном ветру, нет участи слаще желаний конца, чем пепел стучащий в людские сердца. в стоящем гробу я воскрес бы от счастья, но не волить судьбу не имею я власти. Варлам Шаламов 1 Петра 4 глава 1 2 стих Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как принописи желтые страницы страдания выводят на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг, и я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной, под красную ослепшую стеной. Ахматова. Это я специально студентом в университете отвечал по стихам. Исход 20 глав 20 стих. И сказал Моисей народу не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. 1 Петра 14. Но если не страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Видите, вопрос задан о страдании, и я отвечаю на каждый вопрос шестью поэтами. Кто из них говорил о страдании? А знать, что он говорил именно о страдании одним стихом, это Господь только открыл. Ты безгрешна до того, что почти святою стала, не загрызла никого, никого не забодала. Дважды в год тебя стригут до последнего колечка, и однажды в пять минут шкуру начисто сдерут. Бедная овечка, бедная овечка, человек родился, пир, и венчаешь ты шампура. Человек покинул мир и осталась ты без шкуры. Настешь дверь перед кунаком и дохнула жаром печка, уксус смешан с чесноком и запахло шашлыком. Бедная овечка, бедная овечка. Грудой тонкого руна ты дрожишь в извечном страхе и в любые времена даришь мужеству папахи. Похудеть готов бурдюк, чтоб вино лилось как речка, а тебе опять каюк, слишком лаком твой курдюк. Ты невинная и краткая по этому не сдуру, для злодействия во все века волк в твою рядится шкуру. Слово истинного лад не сотрется как насечка и порой всю жизнь подряд про кого-то говорят. все овечка Расул Гамзатов Псалом 43 23 и опять же я подходящее местописание подвожу но за тебя умрешляют на всякий день считают нас за овец обрещенных на заклание видите как оно вписывается Рима 836 за тебя умрешляют на всякий день считают нас за овец обрещенных на заклание евреям 10 24 стих ибо вы моим узом сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью знаю что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее божественная доброта нам светит вдоль и недоле и тень вселенского креста на золотом простерта поле когда затмится сирый дол голговским сумраком сквозь слезы взгляни животворящий ствол какие обмывают грозы кто мирных пристаний беглец в широких океанах плавал то знал отчаянный плевец пловец как душу делят бог и дьявол кому ты сам пойдешь кому судьбы достанутся обломки он помнит бурь кромешных тьму и горший мрак души потемки но лишь кто долгий жизни срок глубоко жил и вечно нова поймет небезутешный рог на утешение его как дар что бог назад берет упрямым сердцем не утрачен как новый из благих щедрот возврат таинственный означен Вячеслав Иванов такое редкое стихотворение Лука 11 49 52 Потому вы и премудрость Божия сказала пошлю к ним пророков и апостолов из них одних убьют а других изгонят горе вам законникам что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим воспрепятствовали ну что сказать пожалуй на сегодня нам как раз этого и хватит дошлое 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 Продолжение следует...